Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию расправа над банкиршей, точнее над сотрудником отдела взыскания Герпес Адольфович во всей своей красе. Такое изящное опущение сотрудника банка, это называется. Итак, слушаем. Хорошего всем настроения! Алло, слушаю вас, здравствуйте. Алексей Николаевич, добрый день. Меня зовут Мульхова Надежда Дмитриевна. Я звоню с почты банка отдела взыскания по поводу вашей задолженности по кредиту 21 900 рублей. Да, и по поводу нашей с вами договоренности по оплате на 10 мая. Сегодня у нас с вами 14, а денег нет. Я так понимаю, что вы ничего и не вносили, да? Вынужден констатировать вашу правоту, что поделать. Я с вами же лично, да, общался. Не поняла. А, вы вынуждены... Констатировать вашу правоту, что остается. Да, да, я поняла, я поняла. Вы мне подскажите, пожалуйста, у вас... Резентируюсь. Да, вы там чем занимаетесь? Почему у вас не поменялось абсолютно никакое мнение относительно данной ситуации? Ой, вы что, душа моя? Мнение меняется с каждым днем. Я каждое утро просыпаюсь обновленным человеком. Вы деньги ищете, нет, Алексей Николаевич, вам дали время найти деньги. Вы их ищете? Да, я человек продуктивный, я воспользовался этим временем, само собой. И вот такие результаты получил. Дело в том, что я стал, собственно говоря, более глубоко изучать свою проблему, потому что... Ну, я переквалифицировал свою проблему в статус задачи. Наверняка вам знакома такая жизненная позиция людей темпераментных, позитивных, я вот такой. И к своему удивлению, радости, я обнаружил, что платить в банк не обязательно, если нет такой возможности. А уж тем более отдавать туда последние деньги. Если хотите, продолжите дискуссию. Да, вы от чего отталкиваетесь? На чем основывается ваша позиция, которую вы переквалифицировали в задачу? Нет, вы неправильно поняли. В контексте вот этого утверждения... Я вас правильно поняла. Ну, позвольте мне оценку давать. У вас ни одного платежа не было, вас ничего не смущает, Алексей Николаевич? Меня... Куда вы денежные средства потратили, которые вы взяли? Что значит куда? Вам не обязательно было их брать, но вы пришли и взяли их. Дело в том, что... Нет, дело... Вам не обязательно было их тратить, но вы пришли и их потратили. Вы наверняка рассчитываете услышать меня или только себя думаете слушать? Ну, я вас послушала, вы мне сказали... А теперь вы намерены только себя слушать. Ну что ж, я не могу... Я ничего не слышала. Не могу женщине перечить, давайте... Зовите конкретную причину мне, точную, конкретную причину вашей неоплаты. Почему на протяжении двух месяцев не поступило ни одного от вас полтежа? Я не знаю, я не знаю, почему вы с такой любовью относитесь к своему голосу. Я бы пересмотрел ваше отношение к своему голосу. Он у вас противненький, поэтому зря вы наслаждаетесь им. Вот я так чувствую, что вы прям любите говорить и никому не давать слова, да, поперек сказать. Ну, я вас заверяю, барышня, ваш голос не очень хороший, некрасивый. Ну, это так, мальчик. Игорь Николаевич, вас не должен беспокоить мой голос. А он мне нисколько... Да нет, да нет, да... Не, нисколько он меня не беспокоит, я просто вам сообщаю. Кто вам еще скажет? У вас завтра зачисление поступит? Вы мне скажите ответственно на вопрос. Завтра зачисление поступит у вас или нет? Я же пытался вам что-то говорить, вы меня перебиваете, несете вот это... Вы говорите не по теме. Я задаю сейчас конкретный вопрос. Дайте мне на него ответ. Завтра оплата поступит 21 900 или нет? Нет и никогда не поступит. Да. Хорошо, я тогда вынуждена вас проинформировать, что банк оставляет за собой право в односторонних парадах. Слушай, какой голос противный у вас, но позовите кого-нибудь другого. Во-вторых, выставить вам заключительное требование, но перед этим, с учетом того, что вы оформили кредит и не произвели ни одного полтежа, банк в праве обратиться с проверкой, соответственно, в соответствующую... Ага, хорошо, хорошо. А почему вы сказали перед этим «хорошо»? То есть, когда я сказал «нет» и не буду платить, вы говорите «хорошо». До свидания. Нет, давайте поговорим. Не, не захотела она разговаривать с таким голосом. Ну, Герпес Адольфович в своем репертуаре, как положено ему, заведующий отделом нашей компании. Отдел отвечает за юмор, за хорошее настроение. Но Герпес Адольфович, по-моему, на своем месте, в отличие от коллекторов, которые понятия не имеют, что такое быть на своем месте. Друзья, ну а юридический отдел вам предлагает обратить внимание на ссылочку на нашем сайте. Это мы рассказываем для новых посетителей нашего канала, для новых подписчиков. Это для тех людей, кто недавно здесь оказался и не может сообразить, почему все так просто на первый взгляд. Это действительно и не на первый взгляд, и на последующий взгляд все просто, если этим делом серьезно заняться. И все ваши долги можно превратить в только лишь воспоминания. Причем воспоминания, которые будут доставлять вам неприятные ощущения с точки зрения того, что вам будет стыдно за самого себя. Это вот именно тем людям, которые боялись, тряслись и считали, что все, жизнь закончилась. Дело в том, что я такой же был, и здесь нечего, как говорится, обижаться. Я сейчас с точностью свои эмоции описываю. Кто мою историю знает, тот знает, кто не знает. Подписывайтесь на наш канал, я много рассказываю о том, что у меня тоже есть долги, были точнее долги. Сейчас они только в мыслях коллекторов остались. А в законном формате все давным-давно уже на тех нужных местах, которые, собственно говоря, в приоритете для меня. Ну и вы тоже можете все свои кредитные проблемы решить. Посмотрите видео на нашем сайте, поймете, как это все делается. Ссылочка еще раз говорю на наш сайт в описании этого ролика. Также вы можете увидеть наш сайт, нажав на подсказку в правом верхнем углу видеоролика. Вот она сейчас появилась. Ну и, конечно же, лайк с вас. Естественно, поделитесь в соцсетях этим роликом. Ну и в группу ВКонтакте вступайте. Все ролики дублируются в группе ВКонтакте. Может быть, кому-то удобнее через ВКонтакт смотреть. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр Юрической Защиты, Компания Аля. До свидания. Да, кстати, ссылочка на группу ВКонтакте в описании ролика тоже есть. Пока-пока.